Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Торговый дом европейский. Все лучшее в одном месте». Стиль жизни определяет качество окружающих нас вещей. В торговом доме «Европейский» вы всегда найдете эксклюзивные товары, модные коллекции лучших дизайнеров, европейские бренды и качество западных производителей. Торговый дом «Европейский». Все лучшее в одном месте. Воровского, 43. Особое мнение на 101FM Студия Оксана Ковтуненко. Гость особого мнения сегодня Дмитрий Русский. Дмитрий Михайлович, добрый день. Да, Оксана, добрый день. Все слушатели тоже еще раз приятно всех слышать, нас слышат. И самое приятное, наверное, то, что мы стоим на пороге 8 марта. Вот я хочу поздравить всех наших слушателей. А я думаю, что такой загадочный Дмитрий Михайлович сидит. Значит, и конкретно хочу поздравить с 8 марта Оксану, подарить ей букет желтых тюльпанов. Спасибо. Оксана, ты знаешь, что желтые тюльпаны – это не вестники разлуки. Для нас с вами точно нет. Это как раз вестник весны. Значит, а всем мужчинам пожелать, чтобы они берегли наших женщин. Берегите женщин. Есть такая песня очень хорошая Антонова, да? Любите их, берегите. А женщинам, в первую очередь, здоровья, любви и понимания, и уважения, и терпения со стороны мужчин. Дмитрий Михайлович, спасибо огромное. И не подумайте, что это какой-то там подкуп или нет, Дмитрий Михайлович, настоящий мужчина. Честно, спасибо огромное. Очень приятно. Я сразу скажу, что потом в ходе нашей беседы, я не сомневаюсь, у нас будет плотно и, как всегда, интересно, и не забыть наши контакты в сайтах kirva.ru. Там идёт онлайн-аудио и даже видеотрансляции, вот те самые желтые тюльпаны, которые для нас не вестники разлуки, можно сейчас и видеть. Они такие рисуют, да. Да. И там же сегодня, ну, часов, я думаю, в пять, появится видеоверсия нашего эфира с Дмитрием Михайловичем. Ну, начнём с ситуации. Она не будет для вас неожиданностью, ситуация, которая произошла с Сенатом, точнее, с представительством Кировской области в Совете Федерации. Светлана Журова покинула пост сенатора от нашего региона и перешла в Госдуму. И вчера мы общались с Светланой Сергеевной в эфире дневного разворота. И знаете, как-то вот очень спокойно всё, ничего не произошло. Вы как считаете, это, не знаю, там, событие для нашей политической жизни, проблема? Новые выводы можно делать? И что вообще, как с этим быть? Ну, вот как раз жёлтые тюльпаны и вестники разлуки, да? Вот как раз потеряли мы Светлану Журову, как члена Совета Федерации от Кировской области. Вообще, как бы, тут можно по-разному относиться вообще к этой проблеме или, как бы, к этому перемещению. В последнее время заметно, что, наоборот, депутаты Госдумы переходят в Совет Федерации по причине того, что они считают, что это там, во-первых, более презентабельно, во-вторых, меньше работы. А вот презентабельно ли? А есть ещё одно вот это мнение, что как раз Совет Федерации, это, ну, так скажем... Такой санаторий для уставших, да? Да, да, да. Значит, ну, я тоже, честно говоря, сегодня не до конца понимаю вообще сам формат Совета Федерации. Даже по уровню пленарных заседаний и рабочих комиссий он гораздо там отличается от Государственной Думы. По крайней мере, если, насколько я знаю, они собираются два или четыре раза в месяц всего на пленарные заседания, обсуждают какие-то там законопроекты. Значительно большое отличие от Государственной Думы. Может быть, как раз Светлане и не нравился этот режим. Всё-таки она в таком хорошем возрасте, активный человек, и, может быть, ей хотелось чего-то большего. Человек ещё политический, то есть она член партии, а Совет Федерации более такой не политизированный. Ну, я думаю, что там нет оппозиционных депутатов точно в Совете Федерации. Я думаю, что там всё так политизировано и так всё понятно, что там нет, наверное, представителей не от КПРФ, а от... Ну, я думаю, что как раз-таки, да, политической принадлежности чётко... Там всё понятно, кстати, в Совете Федерации. А вот политический подспех тоже может быть. Я уже вчера говорил, что не исключаю, что, может быть, Светлану уводят с территории для того, чтобы всё-таки Государственная Дума выбрана до 2016 года, а у нас тут, понимаете, ясности нет до сих пор никакой. Всё-таки будет Никита Юрьевичем продолжать свой срок, пойдёт он на новые выборы. То вот эта, видимо, неясность, она, может быть, частично и сказалась на перемещении Светланы Журовой в Государственную Думу и освободилось место для члена Совета Федерации от Кировской области. Думаете, мне вот кажется, что если действительно этот ценный кадр для работы, будь то в Госдуме, будь то в Сенате, мне кажется, Светлану Сергеевну бы и в 2014-м, не хочется говорить слов приютили, пристроили и так далее, дали бы место. Оксан, мы до сих пор не знаем, что нас ждёт в ближайшее время, и понятно, что... Ну, хорошо, вот это событие вчера для вас, оно было неожиданным или нет? Да нет, ну, вот понимаешь, в данном случае для меня какое-то определённое подтверждение чего-то, это да. Какой-то там неожиданности, или я расстроился, или радовался, ну, в общем-то, я спокойно отношусь, по крайней мере, мне... Подтверждение хорошо, чего? Вот тех непонятных настроений? Настроение, да. Я уже как бы объяснил, что может быть, как вариант, что Светлану уводят из такой сомнительной области, где могут быть большие перемены. И для того, чтобы не создавать проблему для неё, и, к примеру, если будет назначен новый исполняющий обязанности губернатора, то это его квота остаётся для того, чтобы какие-то решать кадровые вопросы на территории. Как вариант. Это может быть место вообще разменной монеты, там, по куче направлений, я там скажу, мы можем пофантазировать, там, к примеру, ну, кто угодно может быть предложен взамен с ухода со своей какой-то определённой должности. Понятно. Ну, вы понимаете, какой главный вопрос сейчас будет в связи с этой темой. Как вы думаете, кто? А как вы думаете, кто? Ну, потому что, мы прекрасно понимаем, выбор невелик в плане, что это будет депутат законодательного собрания. Вот с этим не готов согласиться, потому что, мне кажется, по закону любой депутат муниципального уровня может быть. Нет, вот уже по новому закону, мы вчера тоже очень долго в редакции изучали, к тому же мы первый регион, который... Да, и оседлась пять лет. На территории должен человек быть прописан пять лет. То тут как раз возникает, если бы каких-то не было вещей, я бы сразу сказал, что это мог быть представитель Уралхима Дмитрий Мазепин, к примеру, да. Может быть, как вариант Дмитрия Осипова, потому что у Мазепина точно нет прописки. А Осипов это... Это бывший генеральный директор Уралхима, который был... А, я понимаю, ладно. Да, а сейчас он вице-президент как бы со всего холдинга, депутат, кстати, нашего ЗАГС-собрания. Это первая такая версия. Вторая версия может быть вполне, что, как вариант, может быть Сураев. Потому что все-таки... Ну, а как же здесь оставят партию? А партию не надо оставлять у него. Фактически сегодня он возглавляет партию «Единая Россия», является, в общем-то, рядовым депутатом. Ну, как бы тоже немножко не свойственно для лидера партии на территории. Больше у него никакого статуса нет. Он не вице-загсобрания председателя, не председатель ЗАГС-собрания. Значит, вот такой еще есть формат, да. Можем еще дальше шагнуть. Может быть, это предложено господину Ивонину, как вариант. Ну, к примеру, чтобы освободить должность председателя ЗАГС-собрания. Потому что, ну, давайте там честно говорить, я не вижу, что Совет Федерации является каким-то там форматом для какой-то, сказать, желания что-то изменить и что-то сделать. Ну, фактически такая, я согласен, что это типа нашего там федерального санатория. В основном для тех губернаторов, которые уходят в отставку, чаще всего они переезжают в Совет Федерации. Ну, вот четвертый вариант. Это может быть площадка для переезда Никиты Юрьевича, как в свое время было. Если ему будет изменен формат и будет назначен исполняющий обязанности, он может занять там пост члена Совета Федерации от Кировской области. Это было с пришаклением. А потом его отзовут, и он станет ректором у нас здесь. Ну, мы сейчас можем фантазировать очень долго. Нет, понятно, вы смотрите. Я хочу, Оксан, главное сказать, мне кажется, может быть, я говорю какие-то там для многих слушателей неизвестные форматы. Значит, у нас два члена Федерации от Кировской области. Один от ЗАГС-собрания, а один от правительства. Исполнительный. Да, значит, я хочу сказать, что, ну, по крайней мере, раньше так было. Одна должность, один член Совета Федерации обычно назначается губернатором. Второй, это квота администрации президента. То есть, часто в законе в новом осталось? Да. То я хочу сказать, что, может быть, даже от губернатора не все зависит. Я думаю, что как раз, если мы говорим, что Олег Александрович Казаковцев остается членом Совета Федерации от ЗАГС-собраний, и это квота губернатора, то, наверное, решение вопроса, кто будет вторым членом Совета Федерации от Кировской области, вопрос администрации президента. В первую очередь. Мне кажется, что это больше к теме подходит. И по-любому, как бы мы тут не обсуждали, вопрос будет решаться на самом высоком уровне. Почему так не думалось мне вчера? Ну, да, это ваше особое мнение. Еще хочу сказать. Вы сейчас, ну так, предполагая, кто может стать следующим сенатором, заглядывали в ряды исключительно единороссов. Да. Это не может быть человек, не правящий партией? Ну, мы же в самом начале с тобой обсуждали тему, то, что сегодня Совет Федерации фактически полностью сформирован из людей, которые лояльны к власти. И в основном, если мы там посмотрим, там или беспартийные, или члены партии Единая Россия, но я думаю, что большинство членов партии Единая Россия, то там, наверное, как раз в отличие от Государственной Думы, если мы посмотрим, хотя, если тоже вспомним, очень редко показывают вообще заседания члена Совета Федерации, вообще этого органа, да, как там происходит. Если мы Госдуму очень часто видим по телевизору, то членов Совета Федерации вообще никогда не видим. При этом... Потому не совсем понятно, что это за место. Да, что это вообще делают и чем они вообще занимаются. При всем при этом голосование там всегда единогласное. По большинству вопросов, даже по закону Дмитрия Яковлева, они там очень быстро практически проголосовали единогласно. Дима Яковлева, кстати. Ну вот, в принципе, я думаю, что тут как раз в ближайшее время мы будем все уже видеть и знать, и слышать, и увидим. То есть я исключаю кандидатов от оппозиционных партий. Ну, как бы это ни принято. Может быть, конечно, вектор поменялся в связи с тем, что у нас очень сейчас бурно все происходит, и выборы одномандатных округов в Государственную Думу, и отказ фактически от прямых выборов будет предложено еще заксобранием самим выбирать форму выборов губернатора. Может быть, и какое-то начнется в виде исключения, и начнется она с Кировской области. Вот, кстати, вторая тема, которую я с вами хотела обсудить. Изменили закон о выборах. Что по этому поводу думаете? Значит, закон пока не изменили. Мы ждем сейчас, что... Попытки, да. Ну, скорее всего. В марте, в апреле Государственная Дума примет во втором и в третьем окончательном чтении, и регионы будут сами определять выборную кампанию, как она будет происходить. Это будут прямые выборы с теми всеми сложностями, которые у нас приняты в областном законе. Или это будет вторая форма, когда законодательное собрание будет принимать решение, какая форма им лучше. Почему вот именно сейчас законодатели, ну или, честно говоря, не совсем знаю, кто там был именно инициатором этих изменений, вот именно в 2013 году, ведь до выборов в той же Госдуму, там еще, собственно, далеко, вдруг начали что-то менять? Ну, я скажу свою точку зрения. Я так понимаю, что изначально готовится площадка и готовятся определенные изменения в законе. Не исключаю, что в связи со всеми скандалами, которые сегодня происходят в Государственной Думе, уходами депутатов. Я думаю, что еще очень много таких найдется. Я думаю, может получиться так, что Госдума у нас останется там в меньшинстве по причине того, что я думаю, что у большинства депутатов есть недвижимость, счета за границей. Размандатят. Да, размандатят. Я тут где-то слышала это замечательное слово. Причем при этом большинство, я думаю, что очень любят вообще за границу, Европу, Америку, хотя сейчас это уже не модно, и они начинают это скрывать. И не исключаю, что может быть так, что как бы будет, Дума 6-го созыва, там раньше распущена по причине каких-то вещей, может быть, это связано с политической, экономической ситуацией, и могут там в любой момент объявить новые выборы в Государственную Думу, которая уже будет избираться по одномандатным округам и по федеральному списку. Понятно. Я думаю, что так просто ничего в нашей стране не происходит. Ну вот, я почему и задала, собственно, этот вопрос, очень была удивлена. Значит, все-таки в голове эта тема есть, и я ее связываю в первую очередь с тем, что мы сегодня реально видим, что экономическая ситуация в стране, она как бы становится все худше и хуже. При всем при этом мы видим, какой бешеный рост ЖКХ, что бы там ни говорили про 6%, вот с кем не разговаривал, с кем не обсуждал, февраль очень значительно по квиткам отличаются от января и от декабря. В большинстве случаев рост по ЖКХ 40-50% кверху. Значит, при всем при этом мы видим дорожание бензина, мы видим сегодня дорожание продуктов питания. Как бы это на самом деле накручивается такой экономический шар, который впоследствии выводит у нас куда? Последние опросы Левада-центра показали, что недоверие вообще к органам власти и к самой власти в стране с каждым годом и месяцем падает и падает по отношению населения к власти. Ну, конечно, когда начинают бить по карману. Да, а как раз, допустим, разгон Государственной Думы, к примеру, и выборы новой Государственной Думы могут там на 4-5 месяцев отвлечь население от тех проблем, которые сегодня складываются, к сожалению, в повседневной жизни. И тут как бы все, в общем-то, и понятно. Понятно и закономерно. Еще одну тему, опять же, федерального уровня, но почему именно с вами я хотел ее обсудить. Два митинга прошли в минувшие выходные в столице, в Москве. Один называется «В защиту детей», второй, там, социальный, не берем. Вот «В защиту детей» вышли, там, достаточно представители «Единой России», были общественных организаций. Мы с вами вот эту детскую тему, тему «Сирот» очень часто в наших эфирах обсуждаем. И вот как вы считаете, есть также версия, что этот митинг «В защиту детей» был ответом на марш подлецов, который устроила оппозиция несколько ранее, как раз против вот этого антисиротского закона и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что это как раз ответный удар. Значит, может быть, он не такой, как бы сказать, честный и массовый, по причине того, что на митинг подлецов, против подлецов, да, собралось реально там 30-35 тысяч, и люди не за деньги пришли, их не свозили со всей там Подмосковья и там еще дальше. По субботнему митингу я очень много прочитал в интернете, посмотрел видео всяких зарисовочек. Вот у нас даже Олег Дорианович Валенчук попал. А, там про садоводов что-то было, да-да-да. Да, он шел. Да, да, садоводы шли, да. Кстати, вот эти же садоводы, бабушек спрашивали, на какой митинг вы пришли и зачем, они сказали в поддержку садоводчества. Значит, кто-то из молодежи... След Олег Дорианович уже даже на московских митингах. Да, кто-то говорил, будь то бы, что их заставили прийти на этот митинг, это касается двух университетов московских. Очень много видел интервью, когда брали у молодежи, которых привезли из Подмосковья, там был, и даже с Твери привозили на автобусах. Ну, видно, что процентов 85-90 туда пришли не по своей воле. Чем он отличается? А как бы мотивы были те же самые, точно так же было 19 или 20 детей сделано на транспарантах. А на митинг против подлецов там, по-моему, было 600. Как раз вот они несли впереди лиц, это депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, которые проголосовали. Ну, он очень похож, но, мне кажется, немножко натянутый и искусственно созданный. И это очень видно и заметно. Возникает вопрос, и понимали ли его эти люди, это понятно, это вопрос к ним. С вами хочу объяснить, так все-таки сможем мы или нет? Потому что вот новая история про мальчика, с которым не так хорошо обходились в Штатах, и вот она снова поднимается, и вроде как, и да, как правильно, что мы принимаем такие поправки, запрещаем усыновлять наших детей в Штаты, но, по сути, у нас здесь ничего не меняется. Ну вот конкретно там... Пострадают также наши дети, о чем, кстати, даже здесь недавно... Уже недавно ГФИ сообщил, да, и данные такие очень печальные. В 2012 год 600 детей погибли. Да, 600... не погибло, по-моему... Пострадали? Пострадали были в Кировской области, и, по-моему, 15 человек погибло. Да, я извиняюсь. Да, 600 человек, это было сделано какие-то противоправные действия по отношению к детям в Кировской области, из них 15 человек поимели летальный исход. Вот, да. По стране, если мне память не изменяет, там цифры гораздо страшнее. Значит, покушение на личности детей, там, по-моему, если мне около 30 или 40 тысяч, да, пострадавших около 2 или 3 тысяч, ну, у которых дети погибли по различным причинам, то, как бы, сама динамика, она показывает, что ничего не происходит, и все как было, так и остается. Значит, что касается у нас сегодня вот этого митинга, а что митинговать-то, уже, как бы, закон-то принят. Уже американцам запретили, значит, что эту тему обсуждать. Запрет произведен, значит, они уже не вывозят. Выбирается обычный выходной день, выводятся, ну, или, там, привозятся люди, все это делается. Кому мы хотим пыль в глаза пустить? Получается, самим себе. Самим себе. И это очень, как бы, нехороший фактор по причине того, что мы сегодня четко понимаем, что и в 13-м, и в 14-м году радикально ничего не изменится. Те люди, которые героически, я считаю, даже американцы или, там, итальянцы, испанцы, которые готовы были брать наших детей больных и вывозить, и, по крайней мере, дать шанс детям получить семью. А вы имеете в виду, что мы увидим вот эти последствия позже, да? Мы их, мы, как их увидим? Ну, не увезут у нас там, допустим, вот по Кировской области, мы с вами тогда обсуждали, за три года вывезли 250 человек, да? Это в том числе, по-моему, 150 человек американцев, и, там, 100 с чем-то человек, там, европейские страны вывозили родители. Ну, не увезут их от нас. Они будут у нас находиться в тех условиях, которые они находятся. При достижении 18 лет они будут гнить и загибаться уже в новых учреждениях, потому что их переведут, и неизвестно, когда все это закончится. Я уверен, что таким способом проблему сегодня детей-сирот, особенно больных, не решить. Митингом-то, понятно, не решить. И митингом не решить, и вот этими жесткими мерами их тоже не решить. Из-за чего мое предложение было обратиться в Государственную Думу, что все-таки открыть дверь или, там, окно для того, чтобы пока мы все стоим на рельсы, да? Пока мы разбираемся. Да, разбираемся, хотим, как помочь, как будет все это происходить. Те иностранцы, которые есть и которые готовы брать наших детей, они бы этим правом пользовались. Я всегда за то, чтобы давать детям шанс. При всем при этом я четко не вижу массовое сегодня желание российских граждан, к сожалению, брать этих больных детей. Вот какой есть процент, он такой и держится, он не увеличивается. Хотя количество детей и сирот в наших детских домах значительно увеличивается, и особенно больных детей. Давайте перейдем к следующей теме. Предлагают закрыть рюмочные. Ну, давно уже идет эта тема, но теперь желание подтверждено статистикой. Так называемая пьяная преступность растет, и она очень большую цифру выросла по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. И именно статистику приведена она нашими представителями полиции. Преступления около рюмочных на территории, после выхода из них и так далее. Под удар, можно сказать, попал малый бизнес. Так вот вас хочу спросить. Все-таки такими жесткими мерами, как закрытие рюмочных, или все-таки мы будем работать, не знаю, до умов людей добираться, чтобы не пить, а вообще что делать? Я боюсь, Оксана, что до умов это будет очень долгий путь. А короткий, конечно, закрытый рюмочный. Ну да, он более жесткий. Но это, в принципе, то же самое, как мы говорили о том, что можно ли победить коррупцию. Я говорю, что при желании и при политической воле можно. И можно решить очень быстро. Ну, как сейчас идет. Ну, мне сложно сейчас оценить. Пока я, по крайней мере, главных коррупционеров, что их куда-то привлекает и куда-то их завлекает, я пока не вижу. Ну, пыль-то в глаза пускает. Да, значит, пример Сингапура. Когда президента Сингапура спросили, как вы поборолись так быстро с коррупцией, он сказал, что я начал сажать даже своих друзей. И сегодня фактически там в Сингапур, одна из тех стран, где фактически нет коррупции, очень жесткие меры, потому что по-другому и нельзя. Мы сегодня говорим много о развитии, поддержке малого предпринимательства, развитии какого-то там производства. Это все слова. При всем при этом коррупция нас съедает изнутри, потому что сколько бы мы ни платили с вами налогов, эти налоги не доходят ни до ветеранов, ни до молодежи, ни до инвалидов, потому что большая часть этих денег разворовывается. И это подтверждено там даже выступлениями. То есть здесь вы согласны, волевое решение налоги? Я считаю, что, к сожалению, наши сегодня рюмочные являются на самом деле фактором преступлений, особенно в ночное время. Рассадником. Рассадником, да. Плюс я уверен, что там продают не самые качественные продукты. И, наверное, это один из тех шагов, который, может быть, как-то ограничит вот это напивание до такого свинского состояния, и потом последствий после чего. Если мы посмотрим, в основном все такие жесткие преступления происходят после 12 часов ночи. Значит, когда люди уже хорошо отдохнув, они идут и ищут себе какие-то приключения. И самое печальное, что ладно бы они искали свои приключения, то чаще обычные люди становятся участниками их всяких, сказать, приключений, и от этого они страдают. Вот тогда про необычных еще людей в связи с алкоголем. Причем при этом я, знаешь как, я и за то, чтобы все-таки цивилизованный путь употребления, он существовал в нашей стране. Это кафе, бары, рестораны, когда люди приходят не просто там, извините за слово, нажраться, а вот выпить, отдохнуть, потанцевать. Это нормальная форма, она багандируется во всем мире. Наша главная задача вообще, я считаю, не сегодняшнее даже поколение, а будущее, научить или не употреблять алкоголь, или этим не злоупотреблять. То это очень большая работа, которая должна в первую очередь сейчас быть обращена на детей 80 лет. Это развитие там массового детского спорта, это пропаганда здорового образа жизни, запретные какие-то меры. Это все нужно делать. Это нужно делать в такой целевой, очень большой программе. И там какими-то жесткими единичными мерами, конечно, проблему не решить. Как пили, так и будут пить. Вот про необычных людей, которые также попадаются на преступлениях. Сел за руль тут пьяным сотрудник Следственного комитета. Слышали эту историю? Да, я читал, и оказалось, что он уже вроде как бы и не работает в Следственном комитете, а как раз уже ушел раньше, до того, как... Из-за этого и отмечали. Из-за этого и отмечали. Да, из-за этого и отмечали, да. Но корочки тебе... Но все-таки корочки предъявили. Но корочки он показал, да, хотя вроде ушел. Ну что я могу сказать? Ну, не должно так быть, это точно. Я уверен, что те люди, которые имеют какие-то определенные корочки, они еще должны более быть законопослушны. И это касается не только полиции, Следственного комитета, и депутатов, и чиновников, и все прочее. Но, к сожалению, у нас все с точностью наоборот. Я уверен, что люди, которые на слуху, и которые представляют государство, они должны быть законопослушны и должны быть примером для подражания. Да, ну это так просто, к слову, эту тему затронули. Еще одна, небольшая, до нашего перерыва. Власти огласили список дорог, которые будут отремонтированы в 2013 году. Взяли мы материал от наших коллег, газета «Ветский наблюдатель». Кратко, если всего должно быть капитально отремонтировано 72 километра на сумму, ну, чуть более, там 72, на сумму 397,7 миллионов рублей. А куда пойдут остальные средства областного дорожного фонда размером в более чем 4 миллиарда рублей, пока не сообщается. Я знаю, что у вас здесь какое-то несоответствие есть, да? Ну, я, честно говоря, не готов ответить по сумме, но тут четко написано капитальный ремонт, он составляет там 400 миллионов. Плюс у нас есть еще, как бы, на ремонт дорог муниципальных, это при делах, по-моему, 600 миллионов рублей. Это каждый район получает деньги на содержание своих муниципальных дорог и на ремонт. Плюс у нас есть еще такая статья, как содержание дорог в летнее и зимнее время. Это, примерно, около 2 миллиардов рублей. Ну, остальные туда, наверное, и разошлись. То, вот, в принципе, да, очередное желание провести Дорожным комитетом по программе государства частного партнерства, 560 миллионов рублей я увидел в 2013 году. То, в общем-то, как бы, если мы все это сложим, то как раз где-то и получается, что Дорожный фонд у нас составляет 4 миллиарда рублей. То есть, получается, тут последнее пленарное заседание, которое было в Законодательном собрании, поменять мы ничего не поменяли в этой программе, в этой процедуре. И вот 2013 год уже снова этот бюджет раздербанен с тем удорожанием. Стоп, стоп, пока не раздербанен, потому что конкурс по государству частному партнерству в том варианте, который бы хотел департамент, он еще не проводился. И я уверен, что он и не проведется даже при ихнем желании, потому что Федеральная антимонопольная служба четко стоит на позиции, что так быть не должно. И я думаю, что в этом году у них будут большие проблемы с этим. Я имею в виду, что у Дорожного комитета. Ну ладно, тогда другой вопрос. Сейчас обычного обывателя и налогоплательщика, пока мы будем разбираться с процедурой, там Федеральная антимонопольная служба, депутаты, там будут пытаться вступить в диалог с исполнительной властью, а дороги, они же будут так и стоять. Может, мы их можем не успеть? Нет, Оксана, я уверен, что стоять ничего не будет и не должно стоять. И я бы советовал Дорожному комитету уже сейчас подавать документы и проводить конкурсы для того, чтобы в этом году хотя бы, как все нормальные области, мы начали ремонт в мае месяце или лучше там в конце апреля, а не как у нас порой происходит, что мы начинаем делать дороги только в августе, а в сентябре, в октябре уже начинаем класть асфальт фактически в снег. Но ведь они, если сейчас начнут подавать документы, то это будет по старой процедуре? Или не обязательно ГЧП они будут использовать? Нет, по ГЧП они будут подавать. Единственное, что если они не подадут единым лотом, то у них гораздо все будет проще. У них там есть разбивка по девяти направлениям, и там в зависимости от объема стоит сумма. То как бы они могут спокойно в этом формате работать. И еще проще, они могут все это положить на госзаказ и все торги провести по самой прозрачной схеме 94-го ФЗ. Минимальные цены? Ну, там открытые торги, кто меньше дал цену, тот и победил. Погодите, так о чем мы тогда все время спорим? Я тоже не знаю. То есть у нас, так скажем, умышленно выбирается ГЧП? У нас умышленно уже два года подряд выбираются ГЧП, хотя мы имели совершенно другую форму подачи документов. Как можно было все делать через госзаказ по 94-му ФЗ. В принципе, что сейчас предлагают депутаты Юсупов, Сазонтова и Курашин, которые предлагают вообще третью форму государства частного партнерства. Это отсрочка платежа. Вообще, как таковую исключить, чтобы не было соблазна и коррупционной составляющей. Ну, то есть здесь, да, вот в этой отсрочке платежа. А сейчас, правильно, если я понимаю, вот деньги есть, да, вот в этом дорожном фонде? Ничего не мешает их размещать по 94-му ФЗ, даже при понимании того, что в 94-м ФЗ есть форма того, что там тоже есть форма отсрочки платежа. Или по выполненным работам через такой-то промежуток времени. При желании можно делать все, что угодно. Главное, чтобы это делалось все вовремя и прямо сейчас. Потому что уже начало марта, и как бы надо уже готовить конкурсы и понимать, что и кто будет делать. Ладно, за этим мы будем обязательно следить. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Торговый дом европейский». Все лучшее в одном месте. «Особое мнение» на 101FM. Дорога одна идет, а вторая дорога идет? Это мы обсуждали. Что для нас лучше, да? Можем ли мы жить как европейцы или будем жить как, не знаю кто, африканцы? Это мы, уважаемые слушатели, это... Уже я подумал сказать, африканцы или азиаты. К азиатам мы уже не дотягиваем. Мы больше к африканцам. Азиаты развиваются очень хорошо и уверенно. Это особое мнение на 101.0. Все верно. Дмитрий Михайлович Русских в гостях. Еще раз всем слушателям. Добрый день. Ну ладно, я предлагаю фиг с ним, с этим с ГЧП. Закроем тему и посмотрим, что же будет. Как будут ремонтироваться дороги в этом году. Фиг не согласен, потому что фиг им не отдам. Нет, в нашем эфире сегодня. Я тоже не согласна. Да, по причине того, что мы платим себе транспортный налог, мы платим налог в бензине, который тоже идет в дорожный фонд. У нас 260 тысяч в городе живет автолюбитель. И вроде как дорожный фонд нормальный, 4 миллиарда. Мы все хотим понимать, и в том числе я, что если я плачу деньги, то я хочу получить взамен хотя бы адекватные дороги, чтобы они были качественные, чтобы они были настоящими, чтобы их не ремонтировали ровно через полгода. Я хочу, чтобы деньги, которые мы платим, и все автолюбители Кировской области, они эффективно использовались во благо автолюбителей Кировской области. Вот я с ним не согласен и буду до последнего стоять. Я вообще сторонник того, что фактически нам надо уже уходить от системы транспортного налога. Давно пора. У нас сегодня двойная форма налогообложения для автолюбителей. Мы платим и в акцизе на бензин, мы платим и транспортный налог. А потом появляется еще и тройная, которую создают эти же дороги, которые не ремонтируются, и ты третий еще отдаешь в ремонт, да, и ремонтируешь ты все. Еще одна тема, хочу ее поднять именно с вами, обязательно для наших радиослушателей. Она несколько выпала из информационного пространства страны, но это, в общем-то, неудивительно. Тем не менее, я цитирую брок сейчас Антона Касанова. Он есть на нашем сайте kerva.ru. Антон пишет о том, что в Астрахани компания из пяти молодых людей потушила вечный огонь в мемориальном комплексе «Братский сад». Михалыч, слышали об этой истории или нет? К сожалению, не слышал. Я сейчас расскажу. Мы ее обсудим. Произошло это больше где-то недели назад. Группа дагестанских школьников потушила вечный огонь на мемориале советским воинам в Астрахани. После этого они устроили фотосессию на фоне монумента героям Великой Отечественной войны. И что удивительно, даже не этот случай меня удивляет, о том, что 15 января 2013 года четыре школьницы погасили вечный огонь в Приморском городе Артем, закидав мемориал кусками снега. 3 августа 2011 года в Петрозаводске задержаны двое мужчин, которые затушили пивом. Вечный огонь в мемориале защитникам Отечества, отмечая день ВДВ. И самая резонансная история – это 2 января 2008, ну, там, несколько дальше, но, тем не менее, город Кольчуги на Владимирской области группа молодежи сожгла на вечном огне 25-летнего горожанина. Ну, они там стояли у вечного огня, курили пиво. Мужчина их предупредил, что это, мол, нехорошо, за что его зверски убили. Я просто поразилась вот этой подборке. Антону, как историку, спасибо большое за то, что такие события хотя бы он вносит в сеть, и они не обходят стороной тех людей, которые их видят. Дмитрий Михайлович, что думаете по этому поводу? Я понимаю, что здесь, скорее всего, только негативные эмоции, но почему так? Честно говоря, я очень так тормознулся, потому что, на самом деле, нет слов. Вообще всего происходящего. И самое печальное, что это идет по всей стране, потому что совершенно разные точки, и совершенно непонятная реакция вообще молодежи, и вопрос вообще, о чем они думают, и что у них в голове. Может, мы где-то упустили? Ну, то, что мы упустили, это факт. Потому что школьники, вот вы заметили, да? Да, это школьники. Ну, это как раз и тушат, и чем? Пивом. И, вернее всего, что какие-то ребята не совсем адекватные. Ну, даже дело не в этом. Мне кажется, вот эту всю подборку надо положить руководителям нашей страны и губернаторам. Для того, чтобы заниматься там какими-то политическими интригами и поисков врагов внутри себя, мы, на самом деле, теряем целое поколение каждый год, каждое десятилетие. Вот мне кажется, уже давно пора переставить ставить стенку на стенку, вот как в нашем городе происходит, да? Кто за переименование, кто против переименования. И при всем при этом мы видим, что наша молодежь, наши дети, они сами по себе воспитываются, они непонятно, кто их куда ведет, и, в общем-то, с ними идеологически никто не работает. И это ведь только первый звонок, ведь дальше будет гораздо все хуже. То мы сегодня должны четко понимать, что будущее наших детей и нашей страны, оно в опасности. И это опасность не от американцев или европейцев. А почему? Потому что история наша... Потому что нашу историю наша же власть извращает. Мы, к сожалению, Иваны, не помнящие родства, мы постоянно что-то пытаемся изменить, постоянно пытаемся что-то переделать, переписать. Вот она какая есть, она такая есть. Ее не надо переписывать, ее надо строить будущее так, чтобы те ошибки, которые были в нашей истории, больше никогда не повторялись. Их ценить надо еще, ту историю, какая есть. Их надо ценить. Ну, вот я не знаю, мы воспитывались совершенно в другом формате, и, конечно, памятники воинам Великой Отечественной войны для нас были святые места. Для меня, например, тоже. Да, и я всегда считал, вот когда 3-4 года назад была подготовка к 65-летию Победы, я предложил депутатам выделить деньги для того, чтобы за 3 года до праздника из областного бюджета все памятники воинам Великой Отечественной войны хотя бы привести в божеский вид и отремонтировать. Я расскажу, что перед этой годовщиной, я сама лично, мы выезжали, мыли памятники абсолютно добровольно, мыли там краской, приводили их в порядок, а сейчас этого уже давно нет. Я не вижу таких инициатив. К сожалению, ведь, смотрите, как бы, вот возьмем там, в большинстве случаев сегодня в районах области, можно говорить, что там есть деньги, нет, не деньги. Дело не в деньгах, дело в отношениях. И в желании. И в желании. Которого нет. На кладбищах, в местах, где до сих пор стояли памятники, в очень многих местах находятся в заброшенном состоянии. Ничего тяжелого и небольших денег не нужно для того, чтобы их держать. Все-таки это память. Это память именно людей о том, что наши деды и отцы выдержали громаднейшую войну, они в ней победили, несмотря ни на что. И вот мы сегодня говорим очень много нехорошего там про тот период, да. Но есть вещи, которые нельзя забывать, их надо помнить, их надо как можно дольше удержать в истории будущих поколений. Только так может развиваться страна и быть патриотичной, идеологичной. Другого пути нет. Вам, Дмитрий Михайлович, спасибо за такие слова. И, уважаемые слушатели, вы поймите, сейчас лично я подняла эту тему, потому что так бы вот она прошла абсолютно мимо и незамеченно. Потому что я тоже такую тему не видел. И спасибо блогеру, который это написал. Да, спасибо огромное. И я считаю, что мы, хоть здесь это были и слова, возможно, и громкие, но мы должны это обязательно помнить. И в конце эфира еще о том, что удивило лично меня, но удивило уже со знаком плюс. Надеюсь, удивит и вас, Дмитрий Михайлович, и наши слушатели. Вятский наблюдатель сообщает о том, что экс-мэр города Василий Киселев сообщил о намерении обратиться с письменным посланием к губернатору Никите Белых. Я дальше не буду цитировать, что там в письме. Кому интересно, обязательно почитайте в блогах. Но в двух словах. Василий Алексеевич, как я поняла, хочет Никите Юрьевичу помочь. Потому как на собственном опыте знает, каково это с элитами местными здесь общаться. Ну и все вот в этом роде. Дмитрий Михайлович, как вот вам такой, я не знаю, акт сострадания, что ли? Ну, Василий Алексеевич, как бы, может быть, и молодец. Я всегда говорил, что надо, в первую очередь, желание самого Никита Юрьевича общаться не с так называемыми местными элитами, а вообще с людьми, которые хотят того, чтобы наша территория и наш город развивались. Я уверен, что таких людей в нашем городе, в нашей области очень много. И с ними, на самом деле, надо, как бы, общаться, надо проводить совместные какие-то встречи, может быть, даже неформальные, значит, пытаться что-то услышать от них. Они должны услышать что-то от губернатора. И губернатор должен понимать, что у нас свой менталитет у вятских. Что мы, как бы, на самом деле не такие плохие, как им кажется. Я говорю, что приезжим. Это понятно. Я, Дмитрий Михайлович, немножко задумалась о другом. Как Василий Алексеевич это сделал? Нет. Он тут пишет, кстати, о том, что, вернее, автор статьи пишет, что он окончательно не определился, в какую форму облечет свое послание, личного или открытого письма, но тезис уже набросный. Нет, я о другом. Как экс-мэр города Василий Коселев, может быть, он к Владимиру Васильевичу все-таки помочь, я не знаю, там. Ну, видимо, Владимиру Васильевичу уже сложно помочь. У него, как бы, уже вектор задан совершенно обратный. То есть здесь город, 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 область, я вот с этой точки зрения. Ну, видимо, я, насколько знаю, что Василий Алексеевич в свое время пытался как-то найти, как бы, общее понимание и какую-то оказать помощь руководителю, главе города нашему. Но, видимо, это не увенчалось успехом, и, видимо, он пошел уже дальше. Он предложил это сделать Никиту Юрьевичу. Я бы очень хотела, если нас вдруг как-то услышит Василий Алексеевич, сделать это в открытой форме. Нам очень интересно, вот лично мне, ваше мнение, там какой-то взгляд. И я думаю, это всех касается нас, ведь те советы, которые будут даны губернатору, это они и для нас, ведь на благо народа, чтобы мы их тоже... Ну да, я думаю, что если Василий Алексеевич соберет там всех заинтересованных людей, жителей города Кира, Кировской области, плюс малый и средний бизнес, и пригласит туда Никиту Юрьевича Белых, и будет открытый разговор. И в большинстве случаев, я думаю, что наши жители скажут, что им нравится, а что им не нравится в работе Никиты Юрьевича Белых и его правительства, то от этого будут только пользы. И я думаю, что больше как раз будут проблем связаны с городом Кировом, потому что в большинстве это, как я понимаю, недовольства идут именно происходящим в городе Кирове. Вот, ну я и к чему, и может быть, что ты и Владимир Васильевич слышишь. Владимир Васильевич должен присутствовать и все писать под бумагу. И не спать, я бы сказала. Главное не спать. Спасибо за эфир. Да, Оксана, спасибо за приглашение. Еще раз всех женщин с праздником. Мужчинам берегите женщин. И будем и дальше с вами общаться. До свидания. Спасибо. Особое мнение на 101FM